Всем привет, с вами Ванделей и мы продолжаем обозревать серию квестов Нэнси Дрю. Сегодня поговорим о восьмой части серии, Заколдованная карусель. Итак, поехали. Самое первое, что бросается в глаза, это то, что у Нэнси появился мобильник, на котором впервые в серии не надо набирать телефонные номера самому. Впрочем, если очень хочется, это можно сделать. На сам телефон нанесен номер Нэнси. И, конечно же, первое, что приходит в голову, это набрать данный номер. Впрочем, поговорить с собой у нас еще получится, но об этом позже. Небольшой секрет, домашний телефон Нэнси это фамилия Дрю, написанная на раскладке. Убираем телефон и осматриваемся. Нэнси приехала в парк аттракционов и поселилась в гостинице близ него. Наша героиня неплохо так устроилась, но будем честны. Отсылка к компании Сони как-то слишком в лоб. Авторы даже не пытались спрятать оставленные приколы. Например, вот отпечаток алой руки. А вот отсылка к псам призракам лунного озера. И, конечно, коронная фраза Николаса Фальконе. Fight the power. То есть, боритесь с властью. Catch you later. Fight the power. Она красуется на инструкции по починке автомата. Ну, то есть, Фальконе отдыхал в этом парке. И тут автомат сломался. Но Николас всегда все берет в свои руки. Поэтому полез копаться в его задней панели и оставил здесь послание. Даже подписался. Правда, в русской версии Fight the power убрали. И теперь это выглядит как обычное послание от работника парка. Кстати, автомат производства компании Кроумастер. В оригинале Кроумейстер. Из тайны алой руки. Все это приятные сюрпризы для игравших в предыдущие части серии. А вот пасхальное яйцо здесь куда менее очевидное. Как и в предыдущей игре, оно материально. И появляется как предмет в инвентаре. Как же его поучить? Когда Ингрид отлучится со своего места, встаем вот сюда и ведем курсор в верхний левый угол. Пока не нащупаете активную зону. Кликаем по ней и наш мобильник зазвонит. Некто задаст Нэнси географический вопрос. Здравствуйте! У вас есть шанс стать обладателем ценного приза. Но сначала вам придется ответить на один очень важный вопрос. Я готова. Назовите главный город Висконсина. Напечатайте ответ на экране. В штате Висконсин располагался замок, который мы посещали в четвертой части серии. Так что это отсылка. Ну а правильный ответ Мэдисон. Абсолютно верно. Поздравляю. Отличная работа. За проявленные успехи, вежливость и сообразительность мы рады наградить вас совершенно новым пасхальным яйцом. Давайте посмотрим и реакцию на неправильный ответ. Простите, это неправильно. Но я все равно благодарю вас за участие в викторине. В нашем переводе ничего интересного. А вот в оригинале нам назовут название викторины, в которой мы участвуем. Название Эрекари, Аракари. По-русски По неизвестной мне причине этот вид птиц является синонимом пасхального яйца в играх про Нэнси Дрю. Итак, мы получили свою пасхалку. Но так же, как и в прошлой игре, ее можно использовать. Без понятия, как додуматься до этого самому. Но после того, как мы нашли коробку с лошадиными хвостами, следуем к игровым автоматам. Берем яйцо и кликаем им по данной активной зоне. Так вот, как Нэнси удается успешно раскрывать дела. Она звонит самой себе в будущее и просит подсказку. Кстати, это звонила Нэнси, которая сейчас в третьей игре. Призрак в гостинице. Ищет ключ от чердака. А Нэнси из будущего просит ее передать привет Чарли, который как раз работает в подвале, где и лежит ключ. Хотя, подождите, это Нэнси из прошлого говорит «Передавай привет Чарли». Хотя в доме с Чарли находится она сама. Бог ты мой, так она буквально говорит это сама себе. Хоть обращается к себе из будущего. Вот так закрученная приколюха. Поговорим о других неочевидных приколах. В самом начале игры можно попытаться пройти мимо Харвана, на что он прореагирует. Эй, Кит ждет. Я все еще жду. Кит уже начинает нервничать. В офисе Джой висит газета со статьей за авторством Дилли Дэлли. Дилли Дэлли это аллюзия на данное выражение. Оно означает тратить время впустую. В русской версии эта приколюха разумеется утрачена. Также утратился каламбур с именем Джой. Ведь Джой переводится как радость. А наша героиня не такая уж и радостная. Понимаешь, Джой не умеет радоваться жизни. Больше серьезных отличий перевода не замечено. Но есть всяческие мелочи в некоторых фразах, которые переведены с небольшими отличиями. Вон. И не возвращайся сюда, пока Джой Трент мне не позвонит. Поняла? Хорошо. Например, когда мы звоним братьям Харди, трубку, как правило, берет Фрэнк. Но у нас перевели наоборот. Будто трубку поднимает Джо. Также сравнить озвучку данной фразы Майлза. Мне запрещено напрасно тратить запас энергии и разговаривать с незнакомцами. Это неизвестный трейн на моих силах и здесь не позволяет. Но самое главное отличие это спец по лошадям, которого зовут Антон Суков. И в нашем переводе его благоразумно перевели как Буков. Всяческие мелочи. Телефон из тайны алой руки. Данный справочник взят из опасности за каждым углом. Салфеточница из сокровища королевской башни. Забавный ролик, который проигрывается на автомате «Збей моллюска», когда на вашей карточке осталась всего одна попытка. И по поводу автоматов. Заколдованная карусель это первая игра серии, в которой появились полноценные мини-игры. До этого нам предлагали либо 3D ауберинты, либо головоломки. Теперь же у нас есть игра с одинаковыми флажками на ноутинэнсе и автомат «Збей моллюска», который является не головоломками, а именно мини-играми. Однако в заколдованной карусели авторы еще не до конца просекли, что народу просто нужны мини-игры. Поэтому из трех игровых автоматов только один это игра. два остальных это все еще головоломки. Зато «Збей моллюска» это классический арканоид. Но знаете что? Получать от него удовольствие невозможно. Во всяком случае, играя в детстве, я ненавидел эту аркаду. По одной простой причине. Платформа управляется не мышкой, а стрелками на клавиатуре. Что очень неудобно, потому что платформа резко дергается из стороны в сторону. Ни о какой плавности речи не идет. Ей даже сейчас, спустя годы, умудрился словить немного бомбежа, пытаясь справиться с платформой. Причем в ремейке секреты могут убивать. В кафе максимум добавлен и ремейк «Сбей моллюска», где платформа по-нормальному управляется мышкой. И играть в это одно удовольствие. Еще есть небольшая хитрость, которая вам наверное не пригодится, но просто знайте, что если запустить шар в нижний ряд и свернуть игру, то когда мы ее развернем, снаряд будет скакать уже наверху. Он магическим образом пройдет сквозь ряды моллюсков. Также все более поздние игры про Нэнси сложно представить не только без мини-игр, но и без обжорства всякой всячиной. Заколдованная карусель также впервые предлагает нам возможность накормить Нэнси всем, что представлено в меню. Ям-Ям. Не совсем понятно, что здесь делает данный флаг. И вообще это флаг какой страны? У итальянского цвета идут вертикально, а здесь горизонтально. Серьезно, что это такое? Также довольно забавно, что в парке целых два колеса обозрения рядом друг с другом. Кажется, тут нефиговый такой поток посетителей. Внимательно изучим чек Эллиота. Если сложить все суммы, то мы получим не 1121 доллар, а 1122. Эллиот зажал целый доллар. И этот факт я узнал из отечественного все не так с Нэнси Дрю. Зацените если что. В самом конце игры нас ждет непростительный ляп. Убегая от преступника, мы открываем вот эту дверь и попадаем сюда. Место где мы уже были и здесь не было никакой двери. То есть если бы она была не секретная обычная деревянная дверь, в которую мы выходим, то мы бы ее нашли сторонам. опять же было видно, что вокруг просто голые стены. Но теперь мы открываем дверь и автоматически попадаем сюда. Кажется к концу разработки авторы просто подустали. И вроде это все секреты и ляпы которые мне удалось найти в игре. Осталось обсудить еще пару моментов. Во-первых в игре наконец-то появились неограниченные сохранения. Больше никаких семь сохранок и иди начиная с данной игры можно вздохнуть спокойно. Во-вторых было бы непростительно не упомянуть прекрасный саундтрек. Он атмосферный он мрачный где-то веселый отчего еще более мрачный и хоть в целом игра яркая и не то чтобы мрачная но думаю каждый игравший в данный квест запомнил что музыка здесь что надо Кевин Монтей превзошел сам себя. Итак заколдованная карусель ввела в серию некоторые новые черты и элементы которые впоследствии станут неотъемлемой частью игр про Нэнси Дрю мини-игры обжираловка неограниченное количество сохранений а также награды в конце титул который выдается игроку в зависимости от стиля его игры и в русской версии с 8 по 16 части ни в одной из них мне не удавалось получить весь спектр этих наград уж не знаю от чего это зависит но обычно я постоянно получаю либо одну и ту же награду либо максимум одну из трех а наград здесь вообще-то много и есть забавные например грамота с черепашками если вы постоянно проигрывали и в целом прохождение игры заняло у вас много времени среди прочих есть секретный титул о ракаре который выдается за нахождение пасхального яйца и кстати во время игры на ноут нэнси приходит детективная рассылка в одном из писем которой даже объясняется как получить то или иное достижение и на этом обзор восьмой части серии подошел к концу и если вам понравилось то смотрите предыдущие обзоры на нэнси дрюм а с вами был ванделей спасибо за просмотр и до скорых встреч субтитры 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 субтитры